Многодетная мама Роза Обухова настоящая героиня нашего времени. Своих двух сыновей воспитала, взяла еще и приемных. Дочку Сашу усыновила совсем крошкой. У девочки инвалидность по зрению. Два года потратили на лечение. Теперь девочка окрепла, даже начинает маме по дому помогать. Сейчас радость, конечно. Свои дети выросли, ушли. А с ней вот, с мальчишкой, а с девчонкой ты и поговоришь, и поругаешься. А без нее я не могу уже. Честные, открытые, скромные. Делать добро для них уже привычка. Участники движения «Неси добро» в течение трех лет бесплатно благоустраивают храмы, помогают старикам и инвалидам. Я думаю, что это самое полезное, что нужно людям. Потому что у многих есть проблемы и с домом, и с квартирой, и с участком. Есть проблемы со стройкой храмов. Просто не хватает ни рук, ни средств. Поэтому мы занимаемся помощью. В оргкомитет акции в этом году поступило около 200 заявок из 8 городов и 15 районов губернии. Среди номинантов жюри выбирало людей неравнодушных, совершивших по-настоящему благородный поступок. Для меня в этом году история была связана с 9-летним мальчиком из Сызрани, который спас двух кошек и собачку. Казалось бы, да? Ну что тут особенного? Но когда тебе 9 лет, а когда животных мучают взрослые мальчишки, и ты понимаешь, что чья-то жизнь в опасности, и ты спасаешь их, это дорогого стоит. В этом году акция «Благородство» отмечает 15-летний юбилей. За эти годы лауреатами стали более 300 человек. Теперь их на 35 больше. Победители премии героями себя не считают. И этим вызывают еще больше уважения. Лариса Шлафаст, Иван Карпов, ГИС События.